Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите, «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни, о том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Вот вам наше местописание на сегодня. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Итак, Библия говорит нам через Иакова, брата Иисуса по матери, что когда мы проходим через различные испытания, а испытания действительно бывают самых разных видов, существует множество разных видов испытаний, и мы с вами должны принимать их с радостью. Интересно, у многих ли людей это реально получается? Я сейчас опять прохожу испытания в своей жизни. Теперь оно еще более сложное. Но на этот раз я буду вести себя правильнее. Я говорю, спасибо, Господь, это радость для меня. А ведь Иаков велит иметь именно такой подход. Но мы не сможем так сказать, если не поймем того, что он говорит после этого. С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры в конечном итоге произведет терпение. Я хочу поделиться с вами тремя пунктами на эту тему. Во-первых, Бог желает, чтобы вы правильно относились к вашим вызовам в жизни. Мы говорим сегодня о том, что в жизни нужно проходить два поприща. Я считаю, что многие люди слишком быстро сдаются. А они опускают руки в своей работе, в семье, с детьми. Они запускают самих себя, начинают плевать на свое здоровье, на свой брак, думают, что все уже утрачено. Они думают, что ни церковь, ни их жизнь уже не исправятся. Но Бог сейчас говорит к нам, чтобы мы не боялись пройти дополнительную милю в жизни. А для этого нам просто необходимо иметь в сердце правильное отношение к нашим испытаниям. Принимайте их с великой радостью. Аминь. А ваше мышление и в вашем богословии должно найтись место и для жизненных штормов. Мы должны понимать, что когда в 7 главе Матфея говорится о мудром человеке, который построил свой дом на камне, и когда пришли ветра и шторм, то дом устоял. Шторм ушел, а дом стоит. И также там говорится о человеке, который построил свой дом на песке. После того, как там прошелся шторм, и ветер, дом полностью разрушен. Это говорит нам о том, как и где мы должны строить свою жизнь. Здесь говорится не только о том, что мы должны строить жизнь на твердом основании, но и о том, что мы должны строить свою жизнь, осознавая, что однажды шторм придет. Вы должны строить жизнь, понимая, что придет время, и вы столкнетесь с трудностями. Но когда шторм в вашей жизни прекратится, вы будете еще крепче стоять в вере, потому что строили свою жизнь на Иисусе. И вот вам вторая мысль, которую я хочу поделиться на основании этого стиха. «Бог будет испытывать вашу веру». Здесь сказано, «Знаю, что испытание вашей веры производит терпение». «Бог будет испытывать вашу веру». Аминь. «Может, это будет происходить с вашим здоровьем, через какую-то неудачу, через ваш брак». «Бог испытает вашу веру». «Бог испытал Авраам». Библия говорит в Бытии, 22 главе, что Бог сказал Аврааму, «Отдай мне твоего сына». Перед этим Бог пообещал ему, что он будет отцом многих народов. Исаак был основанием того, как это может произойти. Но Бог велит Аврааму принести Исаака ему в жертву, то есть убить Исаака. Библия говорит, что Авраам взял сына и пошел с ним на гору и построил там жертвенник, и уже вознес нож над своим сыном. Он был готов вонзить нож к сына, когда вдруг явился ангел и остановил его. «И смотрите, что сказал ангел, теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего». Я лично верю, что Бог испытывает нашу веру. И делает Он это на самом деле для того, чтобы сделать нас сильнее. Он делает это, чтобы сделать нас более закаленными. Вы не купите товар, если он не прошел должной проверки. Как я поступил вчера. У меня есть хороший велосипед, пригодный как для хороших дорог, так и для бездорожья. Для таких велосипедов требуются специальные шины. Я ехал на велосипеде довольно долгое расстояние по дороге, на которой смогут продержаться только шины для бездорожья. Передо мной ехал другой велосипедист, и у него совсем не было проблем ехать по такой дороге, потому что у него были подходящие шины. Я петлял по дороге, потому что не было силы сцепления. Упал где-то 20 раз. Я думал как раз о том, о чем проповедую сегодня, о терпении. В какой-то момент я оказался под водой, а мой велик был на мне. Я так сильно смеялся, что даже не было сил поднять велосипед. Тогда я понял, почему они говорят в рекламе, «Мы испытали эти шины». Мои шины подходили лишь для асфальтного покрытия. Для бездорожья они совсем не подходили. Бог нас испытывает, чтобы мы могли дойти до конца. Ваш пастор уяснил для себя урок. Дело не в том, что мне 56. Просто шины, не подходящие, слава Богу. Бог будет испытывать вашу веру. У вас должно остаться лишь то, что было испытано и прошло должную проверку. Аминь. И теперь третья мысль. Бог желает сформировать в нас прочность. Написано, с великой радостью принимайте, когда проходите различные испытания. Почему? Потому что вы знаете, что испытания вашей веры производят терпение. Послушайте, что означает слово «терпение», когда вы делаете что-то, несмотря на трудности или на задержку в достижении успеха. Библия говорит, ибо вы знаете, что Бог желает сформировать в нас прочность. Испытание вашей веры производит в вас терпение. Слово «терпение» означает, что вы можете устоять в трудных обстоятельствах. Во имя Иисуса. Или когда достижение успеха задерживается. Если я хочу чему-то научиться в жизни, так это тому, как проявлять терпение. Какой бы сложной ни была ситуация, как бы долго я не ждал ответа, я его дождусь во имя Иисуса. Бог желает, чтобы мы были прочными, стойкими в проблемах. Ну и четвертое. Бог желает, чтобы мы хорошо финишировали. Он говорит, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Позвольте вашему терпению завершить свою задачу. Не сдавайтесь на полпути. И пятое. Бог желает, чтобы мы становились зрелыми во всей полноте, без недостатка. Здесь сказано, что когда терпение завершит свою работу, оно приведет вас к зрелости и полноте. И вы почувствуете, что у вас есть все необходимое, чтобы пройти через этот шторм, через это испытание. Вы готовы. И вы не спрячетесь, не отступите. Вы будете продолжать идти. Аминь. Если в моей жизни есть сила, то я скажу, что эта сила пришла ко мне именно через это. Я всем сердцем верю, что Бог желает, чтобы мы научились проходить в жизни два поприща. Больше, чем нам кажется, под силу. Я вижу, как многие христиане сдаются. Не борются за жизнь, за веру и за свой брак. Они не борются за свое здоровье, за различные другие сферы жизни. Но когда вы в последний раз говорили себе, я пройду дополнительную милю. Я приму с радостью все испытания, потому что я знаю, что они сформируют во мне терпение, сделают мою веру крепкой и стойкой. Я выйду из этой ситуации более сильным и более мудрым. Я готов. Мы не ищем проблем на свою голову. Жизнь сама предоставит нам преграды, которые нам надо будет преодолеть. Говоря о терпении, я хочу показать вам несколько мест Писания, которые помогают мне по жизни. Эти стихи помогают мне проходить в жизни два поприща. Евреям, 10 глава, 38 стих. Тут сказано «Праведный верою жив будет». «А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Я хочу сказать о себе. Если в жизни мне нужно проявлять терпение и настойчивость, если нужно пройти дополнительную милю, я не сдаемся, я не отступлю, не опущу руки. Во имя Иисуса я не стану бежать от трудностей. «Если Бог их допускает, Он даст мне сил через это пройти, через воды или огонь». Это один из стихов, по которому я живу. Второе место, как по мне, еще более мощное. Это послание к Ефесиным, 6 глава, 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять». И тогда вы сможете спеть еще лучше, чем Элтон Джон. «Я все прошел и устоял». Это будет ваша песня победы. «Я скажу вам, что производит во мне терпение. Я скажу, что заставляет меня пройти два поприща. Когда я понимаю, что за этим стоит враг, во мне просыпается Божий воин, я начинаю сражаться. Я говорю, не сегодня дьявол, тот, кто во мне, больше того, кто в мире». Когда я понимаю, что эта битва не против крови и плоти, что это не просто человеческий, но духовный конфликт, во мне что-то восстает, и я готов пройти дополнительную милю. Я не предоставлю дьяволу удовольствия увидеть, что я напуган и пячусь назад. Я приму испытания с великой радостью, и это сделает меня сильнее. Во имя Иисуса. Спасибо за такую бурную реакцию, церковь. Ну и третье место, которое я считаю очень сильным, это послание Галатам, 6 глава, 9 стих. Сказать вам, что помогает мне пройти дополнительную милю в моей жизни, порой мне помогает то, что мой взгляд устремлен на жатву. Я знаю, что пожну хороший урожай, если откажусь унывать. Итак, посмотрим послание Галатам. «Делая добро, да не унываем», то есть не опускаем руки, «ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я отказываюсь опускать руки, становиться унылым. У кого-то испытания огромные, как у Авраама, занесшего нож над Исааком. У кого-то это тысячи маленьких испытаний. Они тоже тренируют нашу веру, делают ее прочной, и мы можем на пути ослабеть и опустить руки. Но когда я сталкиваюсь с испытаниями в своей жизни, то для того, чтобы мне устоять, проявить терпение, мне поможет не опустить руки и не ослабеть то, что я вижу перед собой жатву, которая ждет меня впереди. Во имя Иисуса это так? Я обязательно пожну, если только не ослабею. Если жизнь пошлет меня в нокдаун, я снова встану. Если жизнь снова пошлет меня в нокдаун, я снова встану на ноги. Чем сильнее удар, тем выше я поднимусь, когда встану. Если вы принимаете это, тогда скажите «Аминь». Ну и четвертое место, это 36-й Псалом, 24-й стих. «Я так люблю это место. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Прославьте Господа». Послушайте, даже когда мы будем падать, мы не упадем, потому что Господь поддержит нас за руку. Мы должны иметь место для штормов в нашем видении жизни, но также мы должны осознавать, что будут моменты, когда мы будем падать. Иногда мы не сможем с чем-то справиться, но Библия говорит нам в этой Месте Писания, что пути доброго человека вадима Господа, и даже если он будет падать, то не упадет. Мне это напоминает и Петре. Когда Петр увидел Иисуса, идущим по воде, он, в отличие от других, не испугался. Петр сказал, «Господь, если это Ты, вели мне прийти к Тебе». И Петр сделал шаг из лодки. «Я хочу тоже быть таким. Я не хочу сидеть в лодке, как остальные одиннадцать. Я хочу быть тем, кто идет по воде. Я хочу не бояться рисковать и смело ехать, даже на самой лысой резине. Я не хочу ходить по жизни только на безопасной стороне. Я хочу выйти из лодки и пойти по воде. Я не хочу быть как все. Я не хочу быть посредственным. Не хочу быть средненьким. Я хочу приносить Божьи реальные перемены. Но иногда, какие бы огромные усилия мы не прилагали, мы все равно ошибаемся. Я знаю, церковь, что я еще буду ошибаться в жизни. Но мы должны четко осознавать, что мы не должны жить с чувством страха, что нас ждет провал. Мы должны понимать, что да, порой мы будем падать, но мы не упадем. Мне нравится, что в Новом Завете мы видим, что Петр шел по воде. И только когда он отвел взор от Иисуса и заметил ветер и бурю, он испугался и начал тонуть. Но как же чудесно, что Господь схватил его за руку. Послушайте, если вы сделали смелый шаг для Бога и потом оступились, Бог не станет вас стыдить. Он вас поддержит, поднимет, и вы продолжите идти за Ним во имя Иисуса. Вот каким человеком я хочу быть. А теперь посмотрите еще одно место. Это книга Иова, 13 глава. Очень глубокое место. Надеюсь, вы готовы к нему. Повернитесь к своему соседу и скажите ему такие слова. «Это для тебя». «Это не для меня». Скажите ему. Разумеется, все мы знаем историю Иова. Ему довелось пережить невообразимые страдания и боль, довелось пережить потерю своих детей. Он потерял свои стада и все свое имущество. Его тело было покрыто ранами. Он мучился от тяжелой болезни. От боли и ран на теле он едва дышал. Он выглядел как совершенно разбитый человек. Но посреди всех этих испытаний он сказал вот что. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». «Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его». И теперь важное место. И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его. Вот каким был Иов. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». Возможно. «Мне кажется, что против меня и небеса, и земля, но вот что я буду делать. Я буду все равно доверять Богу». Он говорит, «Это в итоге обернется для меня избавлением». Когда вы в последний раз так реагировали на ваши жизненные трудности, когда вы говорили, «Это будет моим оправданием. Это будет ключом к моему прорыву. Ответом на то, как мне переправиться на другой берег». Вы должны иметь такую же решительную уверенность в Боге. Должны с радостью принимать испытания, зная, к чему это приведет в итоге. Мне нравится его уверенность. Иов уверен, что Бог оправдает его. Ну а шестое местописание. Это вам очень понравится. Я знаю. Понравится. Предупреждаю. Это евреям, 12 глава, 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью». Кто может сказать на это «Аминь»? А печалью. Кто может реально сказать «Аминь» на это? Кого из вас Бог уже дисциплинировал? Ну? А все остальные еще те алгуны. В тот момент это было больно, не так ли? Как родители говорят детям, «Мне будет еще больнее, чем тебя». Когда мои родители говорили мне это, я отвечал, «Тогда ударь себя». Послушайте, что говорит здесь Библия. Еще раз посмотрим это место. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». Но после? Научен он через него доставляет мирный плод праведности. Послушайте, когда Бог вас дисциплинирует, Он вас через это учит. Как? Когда мы тренируемся на тренажере, прежде чем пересесть на мотоцикл. Седьмое место писания. Я еще не готов это произнести, но я стремлюсь к этому. Павел пишет Тимофею, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Апостол Павел произнес эти слова ближе к концу своего служения, к концу своей жизни. Но как же чудесно, что он не сдался и не испугался посреди испытаний. Слава Богу за то, что он не сдался. Он говорит, «Я хорошо сражался, я кончил свой путь и сохранил свою веру. Я стремлюсь однажды произнести эти слова, мне всего лишь 56, я еще молод, я верю, что внутри еще есть потенциал для будущего. Но я стремлюсь однажды произнести эти слова во имя Иисуса». Это место вам точно понравится. 145-й псалом, 8-й стих. Это одно из тех мест Писания, которое послужило моему сердцу, помогло мне в моем служении последние 37 лет. Господь отверзает очи слепым, «Господь восставляет сагбенных». Бывают тяжелые испытания, когда человек даже не уверен, что ему удастся встать. Не уверен, смогу ли я после этого подняться. Послушайте, вам не нужно вставать в одиночку. Библия говорит, что Господь поднимает тех, кто сагбен под бременем. Сам Господь поднимет вас своими Иисусом. Девятое местописание. Если есть место, которое напрямую касается меня в вопросе вызовов в моей жизни, в моем служении, то это как раз оно, 117-й псалом, 13-й стих. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня». Кто из вас благодарен Богу за то, что Он вам помог, поддержал? И вот псалмопевец говорит, «Сильно толкнули меня. Толкнули настолько, что я начал падать, но Господь поддержал меня. Господь – сила моя и песнь. Он соделался моим спасением». Послушайте, вы не можете удалиться настолько, что Бог уже не сможет вас увидеть и помочь вам. Возможно, вы чувствуете, что вас сильно толкнули, послали в нокдаун, но я пришел, чтобы сказать вам, «Вставайте!» Если вы в нокдауне поднимаетесь, вставайте на ноги снова, вас посылают в нокдаун, а вы снова вставаете, не сдавайтесь. Если вам кажется, что у вас больше нет сил, чтобы подняться, знайте, что Господь – ваш помощник во имя Иисуса. Мое время закончилось. Я хочу завершить последним местом Писания, но прежде воздайте славу Господу. Хотите услышать еще одно местописание? Эти места Писания я не просто нашел в Гугле. Они в моем сердце прежде всего. Они помогают мне по жизни. Они помогают мне хранить веру. Я верю, что по милости Божией они и дальше будут хранить и укреплять мою веру. И когда я буду уже в преклонном возрасте, когда мне будет лет так 95, когда я буду подумывать о том, что мне пора на небеса, я смогу сказать, как Павел. «Подвигом добрым я подбежался. Я хорошо сражался на пути жизни и сохранил свою веру». А вот оно, это место. Пройти два поприща. Второе послание Коринфянам. Четвертая глава. С восьмого стиха. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены». Давление? О, да, мы его чувствуем. Порой жизнь стесняет нас со всех сторон. Мы чувствуем давление. Но Павел не отрицает самого факта того, что это происходит. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Я не знаю, что мне делать. Я в отчаянии. Но не потерял надежду. Есть причина на то, чтобы мы в жизни сталкивались с давлением и отчаянными обстоятельствами, потому что вы делаете что-то для Бога. Если бы не делали, такого давления не возникало бы. То есть вы в центре воли Божьей. Послушайте, мы гонимы, но не оставлены. О, да, бывают гонения. Но Бог всегда со мною. У меня есть враг. И он выступает против меня. Но я не оставлен. Незлагаемы, но не погибаем. Я хочу призвать кого-то из вас, «Церковь, поднимайся! Вставай сегодня! Не сдавайся, поднимайся! Не сдавайся, вставай!» Иисус сказал человеку, который лежал у купальнием 38 лет, «Встань, возьми постель твою и иди». Услышьте, сначала вам нужно встать, и потом нужно начать идти. Аминь! Вы поднимаетесь, встаете и идете во имя Господа Иисуса. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. А вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет, и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус, описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас. Но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок». Дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас. Благословений вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!